Красивые сказки, но что по факту? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете ответы на волнующие вопросы для всех таджиков. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. В прошлом году было описано около 20 километров в линии таджикско-кыргызской границы, сообщил министр иностранных дел Таджикистана Середжидин Мухаридин на пресс-конференции в Душанбе 17 февраля. Таджикистан и Кыргызстан не могут решить приграничный вопрос уже более 30 лет. Неопределенность границ часто приводит к конфликтам и иногда и вооруженным. Глава МИД Таджикистана уточнил, что описание около 20 километров приходится на районы Диваштич, Спитамен и Джабур-Арасуловский район с Агдийской области на границе с Лейлегским районом Баткенской области. За полтора года стороны выполнили проектное описание линии таджикско-кыргызской границы протяженностью в 102 километра. В целом общая согласованная линия общей границы двух стран на сегодняшний день составляет около 626 километров, сообщил Середжидин Мухаридин. Министр отметил, что в 2022 году в Таджикистане и Кыргызстане состоялось семь встреч топографических рабочих групп. По его словам, описание линии таджикско-кыргызской границы ведется системно. Атмосфера на встречах неплохая, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Таджикистана. Власти Таджикистана и Кыргызстана детали переговоров по границе не раскрывают. В конце декабря 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о своем намерении завершить работы по уточнению кыргызко-таджикской границы к маю следующего года. Ранее Жапаров на народном Курулате в Бишкеке заявил, что Кыргызстан и Таджикистан достигли предварительной договоренности по границе. По его словам, документы по границе будут подписаны в ходе поездки таджикской делегации в Кыргызстан. О дате визита делегации Таджикистана не сообщалось. Описание линии госграницы остается главной проблемой в отношениях Душанба и Бишкека. Неопределенные участки госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном являются основным фактором напряженности между Душанба и Бишкеком. Из-за них часто возникают небольшие и масштабные конфликты. Самый кровопролитный конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел в сентябре прошлого года, когда с обеих сторон погибли десятки человек, сотни получили ранения. Душанба и Бишкек предъявляют взаимные претензии об акте агрессии и вторжении на свою территорию. Причем свои действия каждая сторона интерпретирует как защиту суверенитета территориальной целостности. Независимого международного расследования событий проведено не было. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что за последнее время всего писали 20 километров госграницы? Ну, согласитесь, это достаточно мало, учитывая, что они видятся буквально не каждый месяц. Да, ситуация напряженная, да, договариваться есть о чем, но по факту Садыр Жапаров так воудушевленно объявил, что к концу года уже все будет решено, а по факту еще работы достаточно много и не видно никакого прогресса. И как вы думаете, успеют ли они до мая этого года закончить все проблемы по границе и действительно их решить? И когда все будет описано на законном уровне, перестанут ли конфликтничать жители приграничных районов? Или конфликты продолжатся, но уже будут просто локальные, и это будет на уровне неприязни некоторых людей из разных стран? Поможет ли это описание или сильно не изменится? Как вы думаете, у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.